В стране на помощь врачам в борьбе с пандемией пришли студенты медицинских вузов. Почти две с половиной тысячи молодых людей. В основном это шестикурсники и интерны. Они оказывают поддержку в больницах и поликлиниках, плюс принимают звонки в регистратуре и выезжают на дом с бригадами скорой помощи. В школах Беларуси к первому сентября разработают порядок использования дистанционных образовательных технологий. В помощь уже создан единый ресурс, где по всем предметам и классам размещены материалы с учетом возраста детей. Также существует список медицинских показаний, которые предусматривают учебу на дому. В этом случае необходима справка от врача и заявление родителей. В Могилеве таксист сбил подростка и уехал с места ДТП. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об инциденте сообщили прохожие. Инспекторы установили водителя. Им оказался 37-летний местный житель. ГАИ проводит проверку. БРСМ Могилевской области предлагает стать участником фотоконкурса ко Дню защитника Отечества. На снимке должны быть представлены поколения, которые служили в армии. Те, кто сегодня проходит службу – дети в форме или в знаковых местах воинской славы, либо запечатлена работа молодежных отрядов охраны правопорядка. Фото нужно отправить на электронный адрес, который вы видите на экранах. Срок подачи – до 25 февраля. В 2022-м планируется набор курсантов среди девушек. Для них станут доступны факультеты Военной академии Беларуси и БГУ. Прием заявлений в военном комиссариате по адресу город Бобруйск, улица Московская, 50.